Друзья, всем привет! С вами Лос. Если вы все еще не подписаны на канал, то, пожалуйста, скорее исправляйте это. Ну что ж, приступим. Богата, 2016 год. Семилетняя девочка с другими детьми играла в 20 метрах от дома. Это была ее последняя прогулка. И это был последний день, когда родители верили, что впереди счастливое будущее. Юлиана Андреа Самбони. Юлиана родилась в 1999 году в одном из самых бедных районов Колумбии в департаменте Каука. Ее отца зовут Хувенсио, а мать Нелли. Помимо нее у родителей была еще одна дочь. Хувенсио Нелли, Юлиана и ее трехлетняя сестра бежали от бедности из Эль-Тамбо, провинции Каука. Они были среди тысяч тех, кого выселили из собственного жилища. В ходе конфликта, продолжавшегося 52 года. Родители стремились создать лучшие условия жизни для своих детей. Семья принадлежала коренным жителям Яна Куна. Она переехала в один из самых бедных районов на севере Богаты. Этот город был большой надеждой, чтобы улучшить материальное положение. Хувенсио быстро смог найти работу в строительной сфере, а Нелли устроилась в клининговую компанию. В богате у нее жил родной брат. И поскольку их дома были неподалеку друг от друга, Юлиана много времени проводила с дядей и двоюродным братом и сестрой. 4 декабря, 16 год. Воскресенье. Юлиана с другими детьми играла во дворе. Внезапно подъехал серебристый грузовик Ниссан. Водитель открыл окно и настойчиво попросила Юлиану подойти к машине. Мужчина спросил, как проехать на определенную улицу. Согласитесь, это очень странно, когда взрослый человек задает подобные вопросы семилетнему ребенку. Когда девочка подошла к машине, водитель резко открыл дверь и стал затаскивать ее в салон. Девятилетний двоюродный брат пытался спасти сестру. Он успел схватить ее за ногу, но мужчина ударил его и оттолкнул. Педаль в газ, Ниссан умчался на огромной скорости. Дети немедленно сообщили Хувенсио о случившемся. Отец быстро выбежал на улицу, но, естественно, машина уже скрылась. Мужчина тут же сообщил о похищении ребенка в полицию. Первым делом сотрудники опросили соседей. Вдруг кто-то видел, на какой именно машине похитили девочку. Один из местных жителей сказал, что в предыдущие дни приметил, как серебристый Ниссан Экстрейл колесит по окрестностям. Дети признались, что за два дня до этого, в пятницу, 2 декабря, этот же человек приезжал и предлагал Юлиане или одному из ее друзей 2 тысячи песо, 100 долларов, за посадку в машину. Ребята отказались от предложения. Тогда мужчина предложил им сначала 4, потом 5 тысяч песо, 200 и 250 долларов. Но и это не помогло уговорить кого-либо сесть в машину. На следующий день в субботу, 3 декабря, этот же человек приехал снова. Теперь он предлагал уже 10 тысяч песо, 500 долларов. Юлиана согласилась и подошла к машине. Но за несколько шагов до двери она испугалась и быстро убежала. К сожалению, отец слышал об этом впервые. В противном случае он бы принял определенные меры. Спустя несколько часов полицейские проверили камеры видеонаблюдения с места происшествия. Выяснилось, что Юлиану похитили на сером Ниссане X-Trail. Очень быстро удалось выяснить, чей это автомобиль. Владельцем Ниссана был Франциско Урибанагера, один из членов состоятельной, известной семьи в городе. Сотрудники немедленно связались с Франциско. Тот был в растерянности и лишь спустя несколько минут понял, что от него требуют. На самом деле это был семейный автомобиль, зарегистрированный на его имя. Но им пользовались все родственники. Сначала мужчина позвонил жене, затем своей сестре Каталине. Женщину утверждали, что не брали машину последние несколько дней. Последним, кому Франциско решил позвонить, был его родной брат Рафаэль. Но он почему-то не поднимал трубку. Франциско, его жена и сестра звонили несколько десятков раз. Но тот не выходил на связь. Брат и сестра немедленно направились на поиски Рафаэля. Они поехали в здание 66, квартиру 603. Это была пустующая квартира, принадлежавшая семье. Рафаэль зачастую водил в нее женщин легкого поведения, устраивал там пьянки и употреблял наркотики. Камеры безопасности, здание 66. В 15.32 Каталина заходит. Через 10 минут появляется Франциско. Спустя 5 минут после этого камеры на террасе запечатлели, как Франциско пытается взобраться на стену. Он хочет проникнуть в квартиру, спрыгнув на балкон. Через какое-то время Каталина также появляется на террасе. У Каталины были ключи от квартиры, но она не смогла открыть дверь. Как выяснилось позже, изнутри в замок была вставлена булавка. Каталине и Франциско удалось пробраться в квартиру. Рафаэль находился там. Посреди пола валялась пустая бутылка от масла. Франциско попросил сестру присмотреть за братом. А сам бросился искать Юлиану. Он тщательно осмотрел квартиру, но не нашел девочку. Затем быстро спустился на нулевой этаж и открыл автомобиль. Там обнаружил белый детский сандалик. В машине девочки тоже не было, поэтому он вернулся обратно. Франциско кричал на Рафаэля. Он спрашивал, где девочка, что с ней случилось, я убью тебя. Тот же сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Но спустя какое-то время он изменил свою версию. Признался, что она действительно садилась в машину. Затем проехала с ним несколько километров, и он высадил ее в сельской местности. Похититель выглядел очень плохо. У него был отходняк от наркотиков и алкоголя. Рафаэль испытывал сильную боль в груди, и ему было очень тяжело дышать. Спустя два часа нахождения в квартире, брат и сестра приняли решение отвезти его в клинику Монсеррат. Каталина с Франциско вызвали такси и поехали приводить его в чувства. Рафаэль, брат и сестра находились в квартире примерно час сорок. В 17.27 все трое покидают апартаменты. А через 45 минут они приезжают в клинику Монсеррат. В какой-то момент братья остались наедине. Тогда Рафаэль тихо шепнул, что убил девочку и спрятал ее тело под джакузи в маленький шкафчик. Франциско позвонил в полицию и рассказал о признании, которое сделал его родной брат Рафаэль Урибе. Сотрудники немедленно отправились в квартиру. К сожалению, тот не врал. Тело Юлианы нашли в шкафчике под джакузи. Она была полностью голая и облита маслом. Масло, как известно, скрывает следы отпечатков и жидкостей на теле. Одежда была спрятана во внутренней части резервуара для воды. В 19.43 в медицинском учреждении появляются сотрудники полиции. В 20.17 Франциско покидает клинику. У него в руках обувь, одежда и кувшин с водой. Сотрудники полиции пришли в палату к Рафаэлю. Они рассказали, в чем именно он обвиняется. Внимательно посмотрите на реакцию похитителя, когда он слушает полицейского. Что он испытывает в этот момент? Смущение, боль, сожаление или страх за свое будущее? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Синьор Рафаэль Урибы Нагера. Уведомляю вас об ордере на арест номер 30, который выдан в судом муниципальной тюрьмы с функцией строгого контроля. Этот приказ сделан сегодня. Я подтверждаю ваше имя. Рафаэль Урибы Нагера. Рафаэль Урибы Нагера. 38 лет. Место рождения Богота. Я зачитаю вам некоторые факты. Это произошло 4 декабря 2016 года. Вы обвиняетесь в преступлении фемицида при отягчающих обстоятельствах. Статья 104 Уголовно-процессуального кодекса. Похищение человека. Статья 168 и 142. Изнасилование. Статья 205 и 211. А также истязание и пытки. Статья 178. Затем полицейский зачитывает права синьора Рафаэля Урибы Нагера. После того, как стало известно о местонахождении преступника, родители Юлианы, а также многие неравнодушные люди, собрались возле здания клиники и организовали забастовку. Когда насильник появился в дверях, толпа кинулась в его сторону. Десяткам полицейских в касках и бронежилетах едва ли удавалось сдерживать разъяренных людей. Невольная на секунду представила, чтобы сделали с Рафаэлем, коль бы он вышел один. Обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Судмедэкспертиза установила, что девочка умерла от удушья. До этого она была изнасилована и избита. Некоторые удары были настолько сильными, что повредили внутренние органы. Помимо этого, на теле было несколько ножевых ранений. Юлиану похоронили в Эль-Боливаре, в ее родных краях. Провинция Каука объявила трехдневный траур. Сотни скорбящих пришли проводить девочку в последний путь. Траурный марш возглавил клоун со слезами на щеках. А машину с Юлианой сопровождала полиция. Все требовали справедливого наказания для убийцы. Люди опасались, что Рафаэль сможет избежать ареста, поскольку его семья имеет политические связи и много денег. Были устроены многочисленные протесты, в том числе онлайн-протесты в интернете. Репост за репостом хэштеги «You saw Yuliana» распространялись по многим социальным сетям. Женщины делились своими видео и фотографиями, требуя справедливости для Юлианы. Они боролись за то, чтобы положить конец фемициду и насилию в отношении женщин и детей. Политики также не остались в стороне. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос был среди тех, кто осудил убийство Юлианы. Он сказал, я требую, как и требуют все колумбийцы, самого сурового наказания для человека, ответственного за это убийство. Кто же такой Рафаэль Ури Бенагера? Мужчина 38 лет, из очень богатой семьи. Он закончил один из самых престижных университетов столицы. В котором учатся дети очень состоятельных людей, в том числе сыновья президента, политиков и успешных бизнесменов. После того, как Рафаэль получил диплом в 2003 году, он работал в строительной компании и жил отдельно от родителей в районе Чапинера. Это один из самых престижных районов города. В грузовике Nissan X-Trail сотрудники нашли секс-игрушки. А в его квартире несколько предметов женского белья, спрятанных в пакете. В твиттер-аккаунте Рафаэля было много подписок на страницы с большим числом фотографий сексуального характера. Что касается предметов женского гардероба, до сих пор неизвестно, одевал ли эту одежду мужчина сам, или она принадлежит женщинам. Соседи рассказали, что он часто устраивал вечеринки. Среди гостей были проститутки, в том числе транссексуалы. Как-то раз одна из пенсионерок застала его в женской одежде. После чего его попросили покинуть апартаменты. Он уехал на несколько месяцев, однако вернулся в марте 2016 года. Следователи изучили персональный ноутбук Рафаэля. Удалось обнаружить, что он заказывал на дом подростков. Некоторым из них было даже меньше 15 лет. Рафаэль Урибанагера был образованным и внешне очень интеллигентным человеком. Мало кто знал, что он вел двойную жизнь. Еще в юношестве его поведение было далеко не прилежным. Со школьных лет он начал употреблять запрещенные вещества и выпивать алкоголь. Учителя постоянно жаловались на его поведение. В старших классах он даже начал воровать. По мнению психолога, он был смертоносным социопатом. Он не видел никаких границ и считал себя выше других людей, особенно детей из бедных семей. У него были извращенные сексуальные фантазии, которые он воплощал в жизнь. Он часто заказывал проституток, в том числе прибегал к услугам трансвеститов. Судя по всему, в какой-то момент ему стало этого мало, и он хотел попробовать чего-то большего, иметь над кем-то полный контроль. Рафаэль никогда не уважал других, он считал себя богом. Зачастую был очень агрессивный и раздражительный. Рафаэль окончил школу в 96-м году. В 2016-м, спустя 20 лет, была встреча выпускников. Один из одноклассников описывал его как хорошего футболиста. В школьные годы он также руководил военным оркестром, что, естественно, было большой честью. Но в то же время Рафаэль был бабником и лентяем. Одним из его любимых занятий в свободное время было нахождение на видеочатах знакомств. 25 апреля 1917 года Рафаэль Урибанагера был приговорен к 51 году и 8 месяцам тюремного заключения. Родители были крайне недовольны этим решением судьи. Они хотели, чтобы мучитель их дочери получил максимально возможный срок – 60 лет. Благодаря настойчивости матери и отца, спустя несколько месяцев Верховный суд Богаты увеличил первоначальный приговор до 58 лет. Генеральная прокуратура распорядилась привлечь к ответственности Каталину и Франциско, поскольку они самостоятельно выезжали на место происшествия и, возможно, пытались видоизменить место преступления. Но в ходе уголовного процесса не было представлено достаточно доказательств, позволяющих сделать вывод, что брат и сестра как-либо пытались препятствовать расследованию. Более того, как только Франциско узнал о местонахождении Юлианы, он тут же сообщил об этом полиции. Помимо этого, удалось доказать, что Франциско и Каталина имели постоянную связь с полицией, в то время, когда сотрудники искали 7-летнюю девочку. Более того, как только Франциско узнал о местонахождении девочки, он тут же сообщил об этом в полицию. Без солнца, без сна, в 15 квадратных метрах Рафаэль Урибе проводит свои дни. Он находится в самом охраняемом, темном и изолированном секторе тюрьмы Ла Пикота. Единственное окно, которое у него есть во внешний мир, это радио. Холодная небольшая камера, туалет рядом с душем, посередине раковина, а в конце цементная койка, на которой Рафаэль каждую ночь пытается заснуть. Заключенные имеют право видеть солнечный свет только 1 час в день. Им разрешено только 5 звонков в месяц с родственникам и еженедельная встреча с адвокатом. В первые месяцы нахождения там Рафаэль задыхался от сильной депрессии, которая едва позволяла ему есть. Он даже не включал радио, затем понемногу начал настраиваться на музыкальные станции. В отличие от других заключенных, которых охраняли от возможности побега, за Рафаэлем лишь следили, чтобы он не совершил самоубийство. Привыкший к изобилию, роскоши и удобствам, он не мог, не может и не сможет никогда смириться со своей участью. Приговоренный к 58 годам заключения, Рафаэль прекрасно понимает, что свои последние дни он проведет в тюрьме. У него нет ни единого шанса выйти на свободу, точно так же, как у Юлианы. Не было единого шанса вырваться из лап этого зверя. Семья Самбони переехала в столицу, в надежде найти лучшую жизнь, но все, что они нашли, это смерть своей дочери. Спустя три года после трагедии, в канун Нового года, 30 декабря, двое журналистов направились в муниципалитет Боливар, чтобы навестить семью Юлианы. Хувенсио признался, что возвращение в родные края было крайне тяжелым. Мы потеряли свою дочь, мы ехали в никуда. У нас не было работы и жилья, не было никаких надежд. В то время мы были с новорожденным ребенком на руках, которого назвали в честь Юлианы Хулиан. Хувенсио и Нелли стремятся сохранить память о Юлиане живой. Они часто ходят на ее могилу, меняют воду, цветы. Николь, младшая дочь, говорит, что очень хочет быть похожей на свою сестру. Каждый день она вспоминает ее и безумно скучает. Семья выживает за счет 30 подаренных цыплят. Отца никуда не берут на работу, поскольку люди в регионе считают, что ему выплатили компенсацию в миллион долларов за смерть дочери. Конечно, это неправда. Родители надеются, что Бог даст им здоровье и сил, чтобы они могли наблюдать, как растут их двое детей. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Как и для любого другого канала, самая большая радость – это когда вы пишете комментарии и ставите лайки. С вами всегда ваш Лос. Берегите себя и своих близких и никогда. Не причиняйте боль другим. Всем пока!